Победа в чемпионате Европы, тяжелый сезон. Подводя итог, после того, как в прошлом году не попали на Олимпиаду, после этого удалось предлитироваться, два раза чемпионами Европы стали в мировой серии, хорошо выступили. Как-то та неудача закалила, помогла, подтолкнула, потому что вот так сборная хорошо выступила. Все-таки это довольно серьезное достижение, два раза подряд в Европе лучше в мировой серии впервые в пятерку забрались. Конечно, тот наш неудачный сезон, даже не то чтобы сезон, а то неудачное выступление нас очень сильно подхлестнуло к новым каким-то победам. Мы поняли, что для нас это действительно был опыт, с первого раза, наверное, никто вот так вот легко на Олимпиаду не отбирается. Для нас это был опыт, было уроком и теперь мы сделали выводы и выступаем очень хорошо. После этого неудачи тренер поменялся, Павел Александрович, как и обещал, ушел в отставку, когда сборная не смогла пробиться на Олимпиаду. Тренер новый, все-таки вам сколько времени понадобилось, чтобы адаптироваться к его требованиям, чтобы привыкнуть друг к другу? Все-таки это процесс, который занимает какое-то время, как ни крути. Ну, Андрей Вячеславович с нами выезжал вторым тренером на некоторые сборы, поэтому мы как-то очень быстро и легко с ним нашли общий язык. Человек легкий, хороший, ну, мы друг друга понимаем, команду его понимаем, поэтому все произошло очень быстро и легко. Ну, со стороны показалось, что чемпионат Европы вообще выиграли в этом сезоне очень легко. Это действительно так или все-таки как ни крути были моменты, когда приходилось напрягаться в полную силу? Ну, со стороны, конечно, показалось, что это было легко. На самом деле, это, конечно, все было нелегко. Ну, просто мы действительно настраивались на каждую игру, старались в каждой игре, хотели порадовать болельщиков, все-таки дома играли. Поэтому так все сложилось удачно. Разговаривал с вашим тренером Виталием Александровичем Соленко, его больше волновали не соперники, а сможет ли наша сборная побороть тот момент психологический, что играет дома и как-то давит. Действительно такое давление было? Может, в головах мысль такая сидела подсознательно, что может, дома надо обязательно выиграть, и это как-то давлело? Было такое что-то? Да, такое было. Как показывает статистика, дома матчи, особенно финальные, не всегда удачно складывались. Но в этот раз, слава богу, все сложилось хорошо. Девчонки собрались с мыслями, и все получилось. Если про мировую серию немножко поговорить, там тоже результат улучшили. Сразу на две ступеньки вверх поднялись, а могли бы и на три, если бы там не проиграли Фиджи по дополнительным показателям. Как считаешь, получается прогрессировать именно на мировом уровне, если брать в расчет все сильнейшие сборные? Канада, Австралия, Новая Зеландия. Этот сезон действительно удался именно в мировой серии? Да, я считаю, что этот сезон очень хорошо у нас получился. Команда показывала отличные результаты с самой первой мировой серии, с Дубай. Я думаю, что мы все время держали марку. Очень хорошо играли с ведущими лидерами мировыми, с Канадой, с Австралией, с Новозеландией. То есть мы не так просто им отдавали там победу, мы с ними боролись. Я думаю, что наш уровень с каждой мировой серией, с каждой игрой, с каждым матчем он растет. И все у нас скоро получится, будем в мировой серии, я думаю, что и в тройке, и может быть даже в игре. То есть это реально сделать, потому что отрыв от Канады, который зато на третьем место, действительно большой получился. В районе 25 по матчу, 30 очков. В следующем сезоне реально как-то его сократить или более того еще догнать Канаду? Конечно, реально. Нету ничего невозможного. Главное работать, стараться. Этим мы будем заниматься. Последний такой коротенький вопрос. Самый удачный матч сборной России, на этот взгляд, в этом сезоне, я имею в виду Мирауссии и Европейский гран-при. И самый удачный матч Елены Зороковой в этом сезоне? Я даже не знаю, если честно. Ну, мне запомнился очень хорошо матч, когда мы в Дубае и обыграли Канаду. Ну, не знаю, мы просто очень хорошо играли свою игру, показали достойный результат, обыграли их. Но этот матч мне очень понравился. А мои матчи, я даже не знаю, если честно. В каждом матче есть что-то хорошее, что-то плохое. Ну, сейчас последний матч отлично получился. Эмоции от чемпионства нынешнего года в Европе, я имею в виду, и эмоции от прошлогоднего. Как ты можешь сравнить? Или, в принципе, и тогда радость была, и сейчас была радость? И тогда радость была, и сейчас радость. Просто тогда мы стали чемпионами Европы во Франции, и не было такой поддержки колоссальной. Здесь все-таки родители, друзья, близкие, родные, все здесь. И когда ты выигрываешь дома, конечно, это куда приятнее. Спасибо, Лен, с победой. Спасибо.